Тумсот и говорит, что русские стравливают между собой народы Кавказа, но Беслан в Осетии организовал Басаев, а участники захвата были в основном ингуши, или Басаев действовал по указанию русских. Значит, смотри, я никогда не говорю вот так вот, что русские стравливают, я говорю Россия, это очень важно выбирать выражение, потому что русские это все-таки народ, а Россия это страна, разные немного вещи. Поэтому я все-таки хотел бы, чтобы, когда вы цитируете или пытаетесь какие-то мои слова привести, чтобы вы их точно приводили, чтобы у русских людей не возникало мнения, что Тумсот и националист, который против русского народа в целом. Так, это первое. Второе. Я говорю, я утверждаю, что Россия стравливает, и это понятно как бы с точки зрения России, их политики. И будь я на месте России, я, наверное, тоже так бы действовал бы. Если бы я тоже был империалистом, который желает держать под своим игом эти территории, то для меня тоже было бы важно постоянно содержать там разные мафии, какие-то конфликтные ситуации, и закладывать их, чтобы они видели во мне вот этого арбитра, чтобы одни народы Кавказа считали меня защитой, и без меня что их там другие переедут. То есть это было бы важным. Это важно для любой империи, и они, конечно, будут так действовать. А если они так действовать не будут, они прекрасно понимают, что регион уйдет из-под их контроля. Вот. А что касается того, что сделал Басаев, то, что было сделано в Беслане, в Буденовске, то, что было, произошло в Самашках, произошло в Алдах, все эти акции, это ведь все является результатом вторжения, российского вторжения на территорию Чечни. Это ведь не так, что мы такие просто живем, ничего у нас не происходит, все у нас хорошо, и ни с того, ни с сего взял и Басаев там организовал Беслан. Не так же это произошло. Поэтому кто является первопричиной всех этих событий? И Беслана, и Норд-Оста, и Буденовска, и вот всех этих событий, трагичных событий. Кто является первопричиной? Первопричиной является Россия, ее оккупация Чечни, ее экспансия вообще на Кавказ. Ведь это является первопричиной. Никаких из этих событий мы бы не увидели, не стали бы современниками этих событий, если бы не Россия на Кавказе. Вот когда мы с этим согласимся, поймем, что причиной является экспансия на Кавказ. Сам не Кавказ ведь пришел на территорию России, не мы ведь пытаемся какие-то территории, исконно российские территории, отжать их у России или взять под контроль какую-то российскую территорию. А все это происходит наоборот. Надо вот это признать. И не надо стесняться. Россияне должны откровенно как бы признавать, вот как я говорю, если бы я был россиянином и имел бы вот эти имперские амбиции, я бы не скрывал. Я бы говорил, да, мы вас стравливаем, да, мы пытаемся держать вас под своим контролем, под своим игом. Потому что вы наша колония, потому что мы империя и мы хотим таковою быть. То есть вот это надо, надо это признавать, не стесняться этого. Если вы эту политику ведете, политику экспансии, колонизации, то вы должны и не должны этого стесняться. Вы должны об этом говорить открыто. А не пытаться там типа как-то играть терминами, что вы там чуть не спасительными к нам приходите. Но для чего это выглядит смешно и это выкупается как бы любым среднестатистическим человеком, который имеет возможность размышлять. Это не серьезно. Субтитры создавал DimaTorzok